Привет, Страж! Канал Трипл Вайп на связи, я Джонни Лейни, и в этом видео мы взглянем с вами на новую порцию информации о дальнейшем развитии игры Destiny 2. Минувшей ночью разработчики поделились своими планами касательно нововведений и развития Destiny. На сайте они выложили небольшую заметку с таблицей и дополнили её парой комментариев. Итак, первый блок календаря нам уже не так интересен, но он посвящен уже выпущенному контенту и обновлению. А вот следующие два блока, хоть и тоже относятся к третьему сезону, однако включают в себя ряд важных и полезных нововведений. Итак, следующее небольшое обновление ждёт нас уже в этом месяце, 29 мая. В этот день стартует обновлённый ивент Гонка Фракций. Какие именно изменения в этом мероприятии нас будут ждать, сказать пока сложно, однако известно, например, что именно в Гонке Фракций будут выбиваться абсолют-модификаторы для лучших экзотов, солнечного выстрела, гравитонового копья и милого дела. По ходу победу сразу можно отдавать ребятам в чёрном. Также 29 мая нас ждёт некий режим под названием Лаборатория Гарнива. Он позволит игрокам взглянуть на экспериментальный PvP-контент и поделиться с разработчиками своим мнением о нём. Банжи соберут все отзывы и внесут соответствующие изменения в контент ещё до его выхода. Подробности Лаборатории сообщат совсем скоро, но звучит очень интригующе и интересно. Ну и опять же, курс на фидбэк, а? Также на эту дату назначена отладка экзот брони. Видимо, это будет таким обновлением экзотов, как это уже случилось с пушками, а теперь вот со шмотками. Ждём. Далее планы на июль. Вот тут больше интересного. Некий новый сезонный ивент Солнцестояние Героев. Что это будет, неизвестно. Даже предположить сложно. До этого я думал, что нас ждёт возвращение гоночной лиги на Спэрроу, но теперь название наводит на другие мысли. Пока можно сказать с уверенностью, что нас ждут новые награды, эмоции, краски, косметические украшения, эмблемы и, возможно, броня. Контракты. Это возвращение баунти из первой части. Та мелочь, которой тоже не хватало во второй. Вот тебе контракт на 100 убийств вандалов, вот тебе баунти на 3 тройных убийства в гарнила и так далее. Такие мини-поручения, короче. Наконец-то престиж, сложность для логова, как первого, так и свеженького второго подвезут. Текстовый чат клана на ПК. Я видел, сколько комментов на эту тему у меня под роликами, так что вот, дождались, держите. И триумф первого года. Да, вот так вот, уже почти год прошёл в этой игре. И пора подводить итоги. Триумф система была также в первой части. Там игрокам выдавался журнал, в котором отмечались достижения за год игры. А в награду давали шмотки, эмблемы и прочие знаки отличия ветеранов. А вот если заглянуть ещё дальше, в сентябрь. То он горит. Тут у нас и коллекции снаряжения, и некая система рекордов для тех, кто любит похвастаться. Изменения в ячейках оружия. Ну, вы понимаете, что это значит, да? Наконец-то какое-то решение относительно оружия в слотах будет принято. Поскольку то, каким ячейки предстали в Destiny 2 с релизом, не устраивало большинство игроков. Странный пункт, случайное оружие, что бы это ни значило. Возможно, под этим скрываются как раз-таки рандомные перки. Новые режимы игры и ещё многое-многое другое, что стараются держать пока в тайне. Что ж, с нетерпением ждём всего этого в игре. Надеюсь, что уже скоро нам расскажут подробнее обо всех этих интересностях. Спасибо за просмотр. Посмотри предыдущее видео на канале. С релиза Военного Разума я сделал очень много роликов и надеюсь, что не зря. Так что ты найдёшь для себя что-нибудь интересное. Подписка и лайк, если нравится канал, ты сам всё знаешь. До связи!